Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Хотел помочь, но угодил в западню. Склонил к даче взятки. Жители Осиповичей взяли с поличным. Наркосклад под крышей дома соорудил гамильчанин в Быхове. И попала под Крайслер. Общение интересного повреждения, с которыми она была госпитализирована. На Пушкина сбили женщину. Мы начинаем. Вопросы безопасности. В госпитале на неделе обсудили состояние преступности в городе и профилактику правонарушений. К слову, благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и общественности, криминогенная обстановка остается стабильной. Но на этом никто останавливаться не собирается. Ведь еще остается ряд проблемных тем. Максим Кембель об итогах совещания. Органы Следственного комитета, Министерство внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям. Накануне в госпитале обсудили состояние преступности и профилактику правонарушений. В целом, криминогенная обстановка в городе остается стабильной. Уменьшение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, снижение правонарушений в общественных местах, итоги совместной работы правоохранителей и общественности. Да, успехи есть, но это не повод расслабляться. Вместе с тем, по итогам 2019 года свидетельствуют о тревожных симптомах нарастания уровней преступности, увеличение количества преступлений в сфере высоких технологий, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. И самое главное, что это все происходит в наших общественных местах. Наркотики и алкоголь по-прежнему в топе правонарушений. Каждая четвертая на почве семейных ссор. 82% в порыве не только страстей, но и алкогольного опьянения. Проблема пьянства является одним из актуальных вопросов, требующих постоянного реагирования всех субъектов профилактики. Определенное негативное влияние на стояние преступности и общественного порядка оказывает доступность алкоголя для населения. В настоящее время на территории города расположено 77 торговых объектов, осуществляющих реализацию алкогольных напитков в ночное время. Это после 22 часов, в том числе 9 круглосуточно. Преступления в сфере высоких технологий – актуальная проблема современного общества. Уровень нераскрываемости весьма незначительный – около 50%. Основными жертвами киберпреступления становятся пенсионеры. А правонарушители находятся далеко за пределами Беларуси, чем и создают для себя подушку безопасности. Отсюда вытекает весьма логичный вопрос Александра Суднева, адресованный силовикам. Мы вообще способны с этим, с этой проблемой сегодня справиться сами. Потому что в любом случае жизнь стоит на месте, мы прекрасно понимаем ту молодежь, которая сегодня пользуется игроками, соцсетями и вообще всевозможными интернетами. Вообще, какую здесь мы можем либо профилактику, либо служим работу. Здесь необходимо говорить, чтобы хотя бы исключить этот в дальнейшем рост. Уже создано управление именно по этой линии. Будет увеличено количество рабочих мест по этому направлению, в том числе и на уровне территориальных органов внутренних дел. Но, скажем так, что резко справиться с этой проблемой мы все равно не сможем сразу. Это все будет постепенно. Не обошли стороной тему надзора за исполнением антикоррупционного законодательства на предприятиях и организациях города. 195 проверок было осуществлено за прошедший год и рассмотрено 8 уголовных дел. Установлено, что субъектами хозяйства не нарушается законодательство о борьбе с коррупцией, в том числе о закупках товаров, работе услуг, о профилактике правонарушения пожарной и дорожной безопасности, в сфере трудовых правоотношений, обеспечении безопасности граждан, о сохранности собственности, об охране природы. На совещании много обсуждали, местами даже дискутировали. Но это споры тех, кому не безразлична обстановка в городе. Ведь сегодня важно выходить на улицу и чувствовать себя в безопасности. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. На взятки в 6 тысяч долларов за обещание решить проблему с силовиками попался неоднократно судимый мужчина. Житель Исиповичей, который, по его словам, имеет специальный статус и связи в криминальных кругах, замутил нехилую схему так называемой помощи. Он предлагал бизнесменам, в отношении которых правоохранители проводят проверки, свою крышу, но за определенную сумму. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это мошенничество. В связи с тем, что злоумышленник пояснил, что денежное средство, которое получал у своего знакомого, он тратил на свои личные нужды и не намеревался в дальнейшем передавать их кому-либо для решения данного вопроса. Он неоднократно встречался с индивидуальным предпринимателем и убеждал его в наличии надежных и крепких связей в силовых структурах. Обещал, что все его проблемы с законом будут решены. Цена вопроса 6 тысяч долларов. В противном случае бизнесмену грозит уголовная ответственность. При одной из таких передач денег во дворе коттеджа в Осиповичах мужчину задержали оперативники Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы. В Быхове тем временем 35-летний гомельчанин соорудил на чердаке дома склад запрещенных веществ. Там обнаружили 4 мешка, около 12 килограммов высушенной растительности, которая сейчас направлена на экспертизу. Кроме того, в квартире подозреваемого были припрятаны целлофановые пакеты, бумажные свертки и футляр из-под фотопленки с измельченным растительным веществом массой около 300 граммов. А в металлических тазиках он хранил марихуану. Следователи полагают, все это мужчина планировал продать. Вечером 20 февраля в Центр оперативного управления поступило сообщение о пожаре дачного дома в Садовом товариществе «Прогресс» в Бобруйском районе. Когда первые расчеты МЧС прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Более того, создалась угроза перебрасывания пламени на рядом стоящее строение. Со слов соседей, хозяева на месте отсутствовали. Оперативно ликвидировав данное загорание, спасатели избежали распространения пламени на соседнее строение. Однако сам дом спасти не удалось. В результате данного пожара уничтожена огнем полностью кровля по всей площади, а также имущество внутри дома. Причина данного пожара устанавливается. А 22 февраля в деревне Слободка-Богушевка сгорела баня. Хозяева не пострадали. Огнем повреждена обшивка стен внутри строения и часть перекрытия. Наиболее вероятная причина – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Всего же за неделю в городе не произошло ни одного пожара, а в районе два. С начала года в Бобруйске их насчитывается 9 без гибели. В 2019-м их было на 5 больше. Шло на зеленый, но это не помогло. Бобручанка попала под колеса Крайслера. 20 февраля около 3 часов дня водитель американца на перекрестке Бахарова-Пушкина сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП к обещанию телесного повреждения, с которыми она была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка. В продолжении темы «Скажи равнодушию нет» – девиз единого дня безопасности дорожного движения, который пройдет по всей республике 28 февраля. И будет направлена профилактика происшествий, участники которых оставляют место ДТП. К слову, за оставление пострадавшего в опасном для жизни состоянии водителю может грозить наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Как гласит статистика, все скрывшиеся с места аварии водители устанавливаются. В основном они выявляются в первые 3 дня или в первую неделю. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Рьянс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok